Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Сегодня у нас с вами день прокачки, друзья, на самом деле день таков, что давайте вам пока буду рассказывать арену, ой, арену говорю, крепость свою покажу. В принципе, в крепости всё норм, до 13 уровня вкачиваю своё главное здание. У меня цель его, конечно, вкачать до 20-ки, 20-ка это топчик, потому что тогда мы сможем и наши прекрасные фабрики прикачать тоже до 20-го уровня. Как видите, здесь у меня производятся эпические вещи, сейчас немного, потому что каждая вещь стоит 35 тысяч, а это только шанс на эпик, может и редко выпустят. Вот 20-й уровень, ради чего, ребят, всё это делается, шанс на легендарочку, и, конечно, это очень даже интересно, очень даже вкусно, и попробовать накопить на это очень даже хочется. Что по улучшениям? На самом деле, казалось бы, очень много пауэр юнитов у меня сейчас есть, которые, конечно, можно потратить, можно прокачать, но что более важно, ребята, вот эти две прекрасные вещи, которые мы сегодня, конечно же, используем. А угадайте на что? А я думаю, вы знаете. Давайте для начала потратим эпики. На самом деле, по эпикам я думал, что качать, либо френтик брюд, потому что я его всё-таки, ну, как ни крути, всё же использую, либо же просто тупо модуль какой-нибудь качнуть и особо не запариваться. На самом деле, я думаю, что я всё-таки вкачаю, ребята, френтик, потому что даже если я его не буду использовать условно на арене, если мне выпадет Spartan Carnage, то я его буду использовать в компаниях в любом случае, потому что эта штука для компаний просто безумно хороша. Можно выдавать очень хороший урон, для рейдов тоже периодически можно использовать. Короче, да. Френтик у нас с вами становится священным. Теперь урон до 650 почти что, ну, нормально, конечно, понимаем, мы с вами, что чаще будет 70, чем 650, но и это меня тоже, конечно же, само по себе радует. Смотрите, у нас тут с вами ровно 4, 8, 12, 16 священных предметов, но и это ещё не всё, друзья. Зеклошечка, дорогая моя, хорошая, любимая, пришла, пора тебя прокачать. Лям, без малого, ребят, без малого лям у нас на это уйдёт. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с вами имеется. По зекло это 860 здоровья, 79, 111 урон, 860 здоровья, что самое важное. Так, и мы получаем с вами... О-хо-хо-хо-хо, стоп. Это круто. Плюс 50 хп, просто как... Это очень хорошо, это очень здорово, ребят. Потому что 50 хп иногда, ну, вы сами знаете, решает иногда очень большое дело, и поэтому я очень рад. Это круто, это прям безумно круто на самом деле. Так, ну и давайте, наверное, до фулл мификов поднимем некоторые свои нужные вещи, в частности, модули. Вот у меня здесь есть парочка модулей, которые не прокачаны до фулл мифика. Надо бы это исправить, и давайте попробуем с вами это сделать. Потратим, конечно, немало пауэр юнитов, но на благое дело, наверное, все-таки не жалко. Жалко только, что у меня почти все деньги под... Блин, вы прикиньте, реально у нас с вами было почти 3 ляма в начале. Здесь буквально 2 минуты назад было 3 ляма, сейчас остается уже пара сотен тысяч. Но зато, Макс Бустер мы с вами прокачали, значит, охлаждение будет сильнее, и это хорошо. И у меня остается совсем немножко, давайте еще что-нибудь качнем. Можно было бы легендарку какую-нибудь прокачать на самом деле. Ну, не знаю, это уже на третьем мехе они... О, давайте вот это прокачаем, ребята. У нас на втором мехе стоит, как раз-таки до мифика. А, блин, я думаю, что, возможно, мне не хватит. Да, мне, скорее всего, не хватит, к сожалению, моему великому. Ну, короче, я до фулл легендаркетов качаю, вот до... Хотя, не, по-моему, 100 тысяч стоит, да? Да, тогда, наверное, хватит. Так, давайте, наверное, Фрэнтик Флейм я отдам, мне он не нужен. Он, Файрфлай, по-моему, у меня есть, но я его пока не буду тратить на всякий. Посмотрим, сейчас есть он или нет. Рикоил с Томперсом даем 100%. Меня ни нафиг не насдались. Найтфол имеется. Ну, Айрон Фрэнди я, на самом деле, оставлю пока что. Модули тратить тоже шибко не хочется. Крюки, блин, у меня, в принципе, так-то легендарки здесь нужные, на самом деле, находятся. Дранк Лайтнинг, блин, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня есть такая. Давайте посмотрим сейчас, как бы, что я могу улучшить, а что не могу. Ребята, это важно, на самом деле, потому что, ну, как бы, сами понимаете. Так, Дранк Лайтнинг, если у меня, по-моему, есть, вот он, да? Правильно, да, есть, значит, его мы отдаем, мне он не нужен, в принципе, легендарного уровня. Фрэнтик Флейм отдаем 100%, Файрфлай у меня есть, отдаем 100%, это уже 3. Рекол Стомперс это 4 и еще что? А, и Найт Флот опять, все, замечательно, давайте это и сделаем. Так, раз, два, три, четыре, что еще я хотел? Пять. Найс, ребята, максимум протектор становится мифическим у нас с вами. 27 сопротивления любого уровня, это, конечно, очень сочно. Ну, и я боюсь, что я даже один сюда, да, это сами видите, ребят, 60 тысяч стоит, у меня только 27, к сожалению, на данный момент. Жалко, жалко, конечно, а что поделать, деньги, дело такое, фабрика у меня сейчас, видите, так много не приносит. Наверное, надо будет прокачать, кстати говоря, поставить еще одну, короче говоря, денежную ферму, забыл, как называется, золотую шахту, вот. Но, когда я прокачаю главный офис, надо будет поставить, прокачать, потому что деньги нужны, конечно, нужны, ничего не скажешь. Ну, и давайте зайдем в магаз, по-моему, у меня там не особо много, да, всего лишь 78, но, в принципе-то, скидку от стоимости изготовления, либо скорость изготовления я сделать себе могу. Думаю, что сделаю скидку от стоимости изготовления, чтобы вещи мне стоили дешевле, я все-таки этим пользуюсь, так или иначе, поэтому думаю, что это нам пригодится. Ну что ж, четвертый ранг, как вы видите, бой 2 на 2, поехали, дорогие друзья, наконец-то мы с вами дошли до арены. Видим с вами здесь фулл комплект, тепловик, энергетик, физик, и мне почему-то кажется, что первым поставят тепловика, хотя, возможно, физика. Скорее всего, а, нет, смотрите, главное, чтобы не энергетика, а то это вообще, блин, да что такое? Чисто неверлаки, ребят, чисто неверлаки, ну, давайте попробуем его обыграть на умничах. То есть, вот, возможно, сейчас он подумал, что я это поменял для того, чтобы использовать дробаш, возможно, ага, видимо, он так и подумал, ребят, это большая его ошибка. Очень важно, ребят, если вы не угадываете робота, вы должны блефовать. Вот я сейчас блефанул, сделал таким образом, что он подумал, что я использовал, ну, смену робота для того, чтобы использовать дробаш, потому что на том роботе у меня только топ. Угу, он поменял. Главное, чтобы не хит-бомба. Главное, чтобы не хит-бомба, нечего. Так, пробуем еще раз. Он, естественно, сейчас может поменять обратно, и он, скорее всего, это сделает. Ну, было бы очень странно, если он это не сделает. У меня, в принципе, священный френтик, ребят, давайте мы его еще проверим, потому что, может быть, священный френтик, может, ему сейчас снимет, там, треть хп. Конечно, вряд ли, но может быть. Может... О, только не АЕМП. Ха-ха-ха, да что такое? Ой, боже мой, боже мой. Ну, ладно, давайте попробуем, в принципе. Мне надо сделать три выстрела с... Ну, он сказал... А, вот это он, это он большую ошибку сделал. Надо было использовать вот эту пушку. Он сделал очень большую ошибку, поэтому он с нее поплатится. Это гигантская ошибка, просто гигантская. И, в принципе, сам виноват, братан, сам виноват. Надо было использовать пушечку для того, чтобы я не смог использовать аннигиляцию. Но он этого не сделал. Так, тут проблема основная в том, что у меня все равно нет энергии, к сожалению. И, соответственно, ну, как бы, я не могу ничего сделать. У меня очень низкое восстановление энергии, как вы видите. Поэтому единственное, что я могу сделать, это снова стрелять из аннигиляции. И понимаете, в чем преград? Скорее всего, это все равно проигрыш. Потому что, ну, у меня... К сожалению, мы не угадали по... Да, это шатдаун. Ну, и он у меня уже не выведет. Он будет стрелять здесь в пушек. И это, в общем-то, да. Печально, печально. Потому что, в принципе, проигрыш просто из-за того, что мы не угадали с вами. Если бы мы с вами угадали, то мы бы выиграли. Мы и так, как бы, вынесли одного меха его. Поэтому я считаю, что это результат неплохой. Блин, вот меня прям раздражает, когда делают фулл комплекты. Потому что, естественно, тут надо... Это чисто рандом. Ты никогда не угадаешь... Как будет? Ну, вот, смотрите. В тот раз он поставил энергетик-физик. Сейчас будет физик-энергетик. Конечно, как обычно, ребят. Как обычно. Просто ничего нового. О, игра иногда, конечно, нормально так меня подкалывает. Нормально. Так. Стоп, это что, тот же самый, что ли? А почему он говорит hello again? Так, погоди, погоди, погоди. Давайте я, наверное, использую френтик. О, смотрите, священный-то френтик. Нормально стреляет так-то. Не знаю, на самом деле, как так вышло. Сейчас я попробую. Ну, понимаете, здесь такая ситуация, что я ничего не могу сделать, по большому счету. Потому что он поменяет обратно. Это очевидно. То есть, мне сейчас нужно пытаться этим мехом снести ему этого меха. Вот и все. Ну, как бы других вариантов здесь нет. Давайте, конечно, попробуем вот так вот сейчас отыграть. 1100 хп против 2400. Главное, чтобы его френтик подвел. Угу. Для первого раза норм. Стреляем с Найфела. К сожалению, добить не получится. Добиваем только на следующий ход. Ииии... Блин, да... Ну, блин, почему игра? Ну, просто почему? Это просто жесть, ребят. Это просто тупо жесть. Я не понимаю таких вещей. Почему мне так не везет? 1600 хп, к сожалению... О, мне вот здесь очень повезло. Очень хорошо. Он... Он... Не знаю. Не знаю, на самом деле, насколько это разумно. Но окей. Стреляю с френтика. Конечно, мне здесь не очень везет. Здесь ничего нового, как обычно. Ну, да ладно. Так. У нас... Ой, кстати говоря... Слушайте. Ну, в принципе, мы в такой ситуации. Ну, 1300. Не, наверное, все-таки это... Я ничего здесь... Хотя... Смотрите, он будет использовать дробаш. Он будет использовать дробаш. На этот ход я сейчас могу использовать две анигиляции. Блин, мне вот... Видите, просто из-за того, что я не попадаю в... Матчап. Из-за того, что я просто тупо не попадаю в матчап. У меня получается так, что... Я проигрываю. Но даже с таким вот плохим матчапом у него остается 400 хп. Вы прикиньте? Вы просто прикиньте, ребят. То есть... Вот, ну... Насколько тактически я обыгрываю. Учитывая, что даже с плохим матчапом, когда я попадаю против чувака, который меня должен разносить просто, я оставляю прям... Ну, прям чуть-чуть не хватает. Прям чуточку. Если бы Френчик меня не подвел, то я бы, наверное, выиграл бы даже. Ну, как подвел? На самом деле он 600 выстрелил. На следующий ход 200. Это 800 делим на 2400. То есть в среднем он нанес 400 урона. Ну, в принципе, чуть меньше, чем Найтфул. Вот такая вот ситуация. Да, ребят, я прям очень жду, когда мне выпадет Spartan Carnage. Буду пользоваться им просто постоянно вместо Френтика. Просто в ту же серию, как мне выпадает Spartan Carnage, сразу прокачиваем его до фул мифика, потому что иначе просто никак. Я уже как бы это... Ну, вы поняли. Так, ну вот смотрите, опять тут полный комплект. Полуфизик, полутепловик. Тепловик, энергетик. И кого он поставит первым, я без понятия. Буду надеяться, что физик... А, хотя... Ну, такое, такое. У него тут оба такие немножко тепловики. Поэтому, да. Блин, было бы... Надо обязательно сейчас выиграть, потому что будет очень обидно проиграть все бои на арене сегодня. Не буду ничего монтировать, то есть, чтобы вы видели, что бывают и такие ситуации. Священный Френтик. Восемьдесят четыре семьсот семьдесят девять, ребята. Держу в курсе. Я... Ну, то есть, не надо писать в комментариях, что сопротивление. Я понимаю, что сопротивление, конечно. Но сопротивление снимает минус сто. Ребят, ну, я не знаю, ну... Ой... Я просто не понимаю, как играть в эту игру, если честно. Я вот... Я вот сколько в нее играю, я, ну, достигаю действительно довольно высоких рангов, на мой взгляд. То есть, я до второго ранга доходил. Но я до сих пор не понимаю этого рандома. Я реально его не понимаю. Просто у меня в голове не укладывается, как игра, может быть, настолько плоха в рандоме. Смотрите, они прям реально такие сборки делают полностью. То есть, ты никогда не знаешь, что именно будет. Что вообще за пятый ранг такой? Это что, сборки пятого ранга, по-вашему? Серьез ли? Смотрите, обычно первым шел энергетик у всех чуваков, да? Сейчас пойдет физик. Спорю, что сейчас будет физик. Или тепловик даже, скорее всего. Для полного комплекта, скажем так. Тепловик. О, неожиданно, неожиданно. Короче говоря, честно. Я в некоторой прострации сейчас просто полнейший. Потому что, ну, вы сами все видите. Ребят, вот это тот момент, когда я рад, что я записываю видосы. Потому что я бы, например, может, даже не поверил бы, увидев что-то подобное. Потому что, ну, это просто гг. Просто гг. Так, давайте, наверное, пока пойдем так. Так, если он сейчас сделает рывок, то мы это обыграем, в общем-то. А если не сделает, то мы телепортнемся. Ага, он использует вот эту гуглу. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, норм. В принципе, норм. Давайте тогда сделаем с вами вот так. Раз, два. Поехали. Он может тоже телепортнуться, но у меня есть крюк. У меня есть второй телепорт. Поэтому, в принципе, его это никак не спасет. Ну, вот эти бэкфайерные пушки, конечно, очень неплохо дамажат. Но при этом они тоже вносят ему дэмэдж. 500, 800. Ну, он может добить меня, кстати. Скорее всего. А, нет, у него этих пушек больше нет. То есть, он использует эту. Ага, он использует телепорт вообще. Неплохо. Знаете, вот я всегда говорил о том, что эти пушки не особо действенные. Вот, которые... Для которых нужен телепорт, скажем так. Они не особо действенные. Но на самом деле, если они нужны для, так скажем, добивания, как финишер, то их можно использовать. Они реально неплохие. Если использовать их как финишер. То есть, в обычном бою, может быть, и не очень. А вот как финишер, это вот. Нормально, он так вот делает. Нормально, грязь такую. Просто самая настоящая грязь, ребят. Так, ладно, я сейчас в не очень выгодной ситуации. На самом деле, удивлен, что на пятом ранге мне встречаются такие чуваки. Потому что это сборки 100% не пятого ранга. Это сборки, ну, минимум второго. Вот таких чуваков реально на втором ранге можно встретить. На пятом, я бы не сказал. Вообще не раз. Так, ну, он сделал таким образом, что я, что мой дрон не будет его... Знаете, что я, наверное, обыграю с Френтика. Давайте попробуем. Забыл, извините, ребят. Моя ошибка. Полностью моя ошибка, на самом деле. Я сам виноват. Почему-то я на секундочку задумался на тему того, что Френтик выстрелит нормально. Просто не знаю, как мне такая глупость пришла в голову. Честно говоря, вообще без понятия. Да, почему-то мне пришла в голову мысль, что Френтик выстрелит нормально. К сожалению, нет. Получился очень странный видос, ребят. Я уже, естественно, эти три звезды нагонять не хочу никак. Очень странный видос, потому что улучшения у нас с вами прекрасные. Просто здоровские. Но арена это просто гг. Ну, вы все видели. Я не знаю, если у вас, может быть, есть у меня люди, которые смотрят там первого ранга. И могут дать мне советы по моей тактике. Но, по-моему, лично мое мнение, я не ошибался. Это чисто вот, во-первых, офигевшие сборки с три фул мифика на пятом ранге. Причем с офигенными вещами. Ну и рандом, который у меня определенно нормально так, скажем так. Да. Ну, вы поняли. На этом я думаю, что мы будем заканчивать, дорогие друзья. Если вам видео понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы хотите увидеть продолжение. У меня есть интересная идея для ролика одного из следующих. Надеюсь, что вы меня поддержите. Ну, а на данный момент все. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. До новых встреч. Продолжение следует...